итак здравствуйте дорогие интернет зрители с вами снова скудер это четвертая часть моего прохождения игры colin mcray rally с первой playstation ну и как видите сразу я решил перейти на английскую версию игры как ни странно сейвики подошли и мы ничего не теряя в принципе продолжим с того же места вот видите она раз распознает все продолжим проходить с того же места на котором завершили прошлую серию ну видимо русскую версию делали на основе европейской поэтому сейвики игра распознает даже с русской версии потому что по сути это та же самая как игра ну у нас впереди ралли монте карло это по большей части снежная будет снежный этап вот видите карту чудовищные трассы куча изгибов прямых участков практически нет абсолютно извилистые участки вот сейчас немножко настроим машину под мой стиль пилотажа ну а перешел я на английскую версию потому что ну надоело мне это убожество наша наш перевод по большей части ничего не теряется ну так как я говорю еще раз сюжета здесь фактически нету какой тут может быть сюжет выигрывай гонки проходи дальше вот все эти надписи которые сделаны пояснительные принципе тут их не сложно понять вот ну а зато гораздо более цельный что ли продукт получается на английском языке опять же можно будет посмотреть на фамилии на реальные фамилии гонщиков которые присутствовали тот момент в чемпионате мира по ралли мы естественно посмотрим почитаем на них вот ну что приступаем первый этап снежный как видите что еще хотел сказать тут в игре перепутанные ну как не то что перепутанные это конечно наверное не просто сделано просто разработчики перемешали этапы в реальном чемпионате мира по ралли 98 года они шли не в таком порядке вот например монте карло у нас идет третьим этапом а в реальности на самом деле он открывал сезон и был первым или например вот предыдущая ралли греции она была вообще восьмым брали новой зеландии которые мы выиграли с вами благополучно было у нас под номером один открывала сезон а в реальности было девятым ну в общем не знаю почему они так сделали какой в этом какой-то скрытый магический смысл для меня это загадка может быть вы знаете если кто-то в курсе пожалуйста делитесь своими мыслями в комментарии почему так ну и естественно главный эксперт у нас парали это алекс вульф вот опять же спасибо ему большое для этого этапа предоставил информацию вот ну что в реальности у нас опять же томми мякинен сошел так что какой бы опять же результат мы не показали все равно будет лучше чем в реальности вот но надеюсь конечно на самые высокие результаты но ралли не простое я прям помню его помню этапы эти снежные тут довольно сложно будет резину выбирать что здесь снег это одна резина такой вот асфальт вот как сейчас вы видите это ну даже по сути здесь не шипованная резина нужна такая просто мягкая с хорошим протектором а вот будут этапы с глубоким снегом в общем надо будет выбирать тщательнее подходить к выбору резины так как зимой условия несколько другие чем по гравию вот вот первый этап мы завершили завершили ну не сказать что прям уж так хорошо но и не очень плохо то есть нормально 3 пойдет тем более что выиграл не макрей а как ни странно диди ариоль и вот вы видите вот они фамилии здесь можно их разобрать вот канкунын там восьмой финишировал тот же леотти пьера баклунд вот он частник наш напарник по команде так ну естественно пока общий зачет совпадает с первым этапом но здесь вот видите глубокого снега уже гораздо меньше там было 50 на 50 здесь 20 на 80 поэтому нормально что мы выбрали резину не шипованную у нас бы шипы бы быстренько по отлетали и мы бы остались голые фактически не люблю вот эти вот шпильки острые повороты трасса именно с этого начинается ну да вот начали мы с четвертого места прикольно сделано то есть сама трасса здесь вот даже асфальт но здесь вот такой снег чуть на обочину заезжаешь и прям машина подмял правый глаз а на обочинах прям глубокий снег в общем заезжает машины прям чувствуется как она топнет и сложные выбраться прям вязнут колеса ну это такие ненавязчивые опять же мои похвалы в адрес разработчиков в адрес игры классно реализовано ничего не вообще в реальности здесь выиграл карлос сайнс на тойоте интересно да понятно что лидеры как бы у лидер сошел это я так сейчас томми мягкими в этих условиях вот карлос сайнс смог одолеть соперников вторым тут пришел на фокусе юха канкунин и лишь третьим был макрей но будем надеяться что и здесь он у нас в нашей ситуации он тоже не покажет себя во всей своей красе тоже кого-нибудь пропустит вперед желательно нас естественно ну и еще кого-нибудь например своего хотя лиате нам тоже особо сейчас невыгодно вперед пропускать они довольно близко по очкам там у нас идут так ну вот второй этап опять мы третье здесь уже макрей выиграл а сайнс что-то как-то не блещет но может раскатиться еще но на самом деле он уже много проиграл ариоль сейчас вообще приехал восьмым прошлый этап выиграл ну не знаю вот первые 8-10 фамилия еще как-то встречал вот ариоль там лиате сайнс хоть что-то а вот те кто в нижней части таблицы но это как бы группа низшая группа n по-моему да называется конечно там имена не не столь знаменитый ну и я говорю я их как бы совсем не знаю таких например как бухальский круз вот здесь там были гомес я вообще таких не знаю ну возможно им так и не удалось пробиться выше дивизион поэтому них так особо никто и не узнал о ее ей вы гляньте четвертый этап ночной то есть ночь все таки будет до ночные этапы значит не везде но где-то будут нам встречаться вот здесь будет ночной этап третий вот у нас вообще на асфальте асфальтовый по большей части будет ну такой видимо мокрый снег грязь вот поэтому и легкий снег четвертый там вообще просто асфальт но будет ночью поэтому резину и опять же не стал менять вот и поедем на этой же она она общем-то единственная которая здесь подходит шиповка здесь абсолютно ни к чему вот и продолжаем нам бы конечно перед ночным этапом нам как воздух надо выигрывать сейчас вот этот третий этап и желательно отрываться потому что ночной этап я уже ну те кто можете посмотреть мое прохождение школы ралли но это первая серия прохождение коль макрей ой как я там даже на не очень сложном этапе в школе ралли на я на нем очень долго мучился и ночные этапы я тут очень не люблю я прям не знаю меня к ним ключика нету вот мы пока видите лидируем мы буквально там цепляемся за просто последние вагоны уходящего лидирующего поезда локомотива вот и нас преследует две два субариста алиати и макрей ну в общем чуть 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 оторвались на этом допе так вот смотрите как четко сделано то есть первые этапы были ну как бы в горах еще на вершинах и вот мы на третьем этапе как бы спускаемся все-таки в низины как поменялся пейзаж здесь снега уже гораздо меньше так только где-то в теневых местах лежит двое деревья такой серо-коричневый пейзаж классно конечно прям по ходу в одного этапа меняется окружение окружающая среда картинка вот и прикольно конечно классно сделано имея в своих руках столь мало мощности как бы какой обладала первая playstation конечно разработчики смогли сделать выжать практически все сотки из этого дело получить свои дивиденды с этого красавцы код мастерс ну и нет не удалось выиграть все-таки мы вторые ну радует хотя бы что мы пропустили вперед не макрея алиате это ну тоже не очень хорошо но все-таки он немножко дальше нас вот а макрейта от нас отстал на добрых пять секунд но тоже неплохо вот кстати харьера вампера он еще тут в нижнем дивизионе в низшем участвует но потом он по моему перейдет ну версии класс именно будет выступать там знакомая фамилия так ну да тойота не блещут не блещут в отличие от реальности что-то они escort там что-то пытается еще сражаться но тойотовцы проигрывают вот видите ночные этапы с дополнительным освещением ну выглядит на самом деле lancer конечно с этими дополнительными прожекторами агрессивно надо очень быть аккуратным по возможности пытаться здесь главная задача в общем не проиграть очень много я все равно этот этап не выиграл по-любому но надо хотя бы постараться не ошибаться главная задача ехать стабильно здесь особо не ошибаться и постараться на приемлемые секунды какие то которые можно будет потом снова постараться отыграть кстати по части вот этих прожекторов опять же говорю я не спец по чемпионату мира по ралли но по моему потом вот это дополнительное освещение запретили поправьте меня если я не прав те кто в курсе кто больше меня разбирается в этом по моему запрещали дополнительные эти мощные прожектора которые сверху ставят на капот машины и по крайней мере на какой-то период по моему чуть ли даже не доходило до того что ночные этапы запрещали что-то такое я вот помню было там как раз где-то конце 90 начале двухтысячных да мы сейчас седьмые но по секундам пока еще более или менее идем мы держимся нас вы даже сейчас смог сайнс опередить семь уже потихонечку да отстаем проигрываем влага пока хотя бы вот сильно не ошибаться здесь видите совсем уже снега нету то есть мы куда-то вот переместились в районы более нижние с гор спустились хотя вот опять куда-то судя по всему забираемся ох чуть было не вмазался ограждение моста очень опасно еще такой этап совсем негде разогнаться и вот эти вот квадратные повороты четверки и сквер ну квадратные 90 градусные повороты меньше всего они мне нравятся даже в принципе по по дню то я не очень люблю ай-яй-яй-яй-яй чуть слетел с трассы смотрите даже освещение сзади у лансера горит на номере восхищаюсь разработчиками конечно как они смогли тут вот таком оборудовании сделать корректное освещение молодцы конечно так ну вот в итоге мы проиграли многовато конечно многовато но четвертыми финишировали вот пропустили опять же двух субаристов и своего партнера по команде почти 10 секунд розенберг вот гомес круз бугальский ну не знаю я таких хоть убейте так в общем зачете мы все равно третий так и остались но под отстали от макрея уже прилично но шансы еще есть шансы остаются сохраняться пока не будем я сохраняюсь только в конце каждого ралли машину практически не разбили что ошибок не было по сути ну наконец-то это утро будет тут у нас небольшой снег и асфальт на предыдущем этапе ну последние два этапа тоже они будут решающими в итоге сможем мы одолеть своего основного соперника или нет будем будем посмотреть настройки меня в принципе машины устраивают неплохо себя ведет лансер довольно послушно даже вот в эти повороты четверки и 90 градусов не входит хорошо единственное я сам просто не очень люблю эти повороты может быть как-то не очень правильно вхожу ну что делать если честно до этого момента вот тем более здесь ночь ночной этап я не думал что я вообще буду в тройке честно я ну в мыслях как бы уже этот этап перед тем как начинать его проходить я его как бы слил потому что я помню что Монако, Мотекарло оно очень сложное эти постоянно меняющиеся условия извилистая трасса ну в общем никогда не получалось у меня тут хорошо выступить ну как бы я это помню еще с тех времен так-то я уже в Кулин Макрее я не ездил не тренировался хотя это не честно у всех пилотов в реальности у них тесты не тренируются а мы вот с вами с чистого листа так скажем гоняемся сразу приезжаем на ралли и вот начинаем выступать в боевом режиме ну вот что-то пятый этап пока не дается хотя здесь видите уже и намека на снег вообще нету то есть мы уже где-то в лесах хотя в общем-то тоже вроде бы по склону едем какие-то горы ну видимо это уже мизины где не так холодно тут елочки уже хоть зелень какая-то но надо постараться прибавить ох 10 секунд ничего себе прибавил но говорю еще раз если мне вот тоже этот этап в основном здесь медленные повороты как-то почему-то они не удаются ух ты было 10 секунд за доп 6 секунд отыграл вот это да даже шанс еще есть но надо прибавить последний доп остался куда-то в деревушку заезжаем ой помню вот это место расширение и брусчатка врезались в невидимую стену так в итоге все-таки пятые и проиграли мы 7 секунд ну не так много а ну и опять же макрей лишь третий правда он всего секунду лидеру уступил ну вроде да не все так однозначно вроде мы и не лидируем но основной соперник тоже не особо блещет колин макрей он тут в реальности третьим финишировал но смотрите в общем зачете он еще лидирует и лидирует довольно прилично остался последний этап и у нас приличный задел от него 15 секунд ну леати может быть леати его сможет обойти хоть какие-то очки у него отобрать конечно за один этап отыграть все отставание почти нереально ну посмотрим посмотрим все таки это гонки не случится может что угодно вдруг он куда нибудь улетит ошибется так что заблудится в елках и не сможет выбраться оттуда и проиграет сразу несколько минут ай ну вот как нехорошо повело а ну вот вы гляньте одни 90 градусов прям вот деревню это о шикана даже такая ничего себе ух ты и все равно гляньте если я там не ошибся какой был бы отрыв сейчас почти 3 секунды везем 2 лиате идет макрый лишь 3 ну может быть кампинг еще его зацепит а ну давай форт эскорт это же хорошая машина парень эх чуть-чуть растеряли преимущество так вот опять снег опять снег и довольно глубокий надеюсь тут ну нет вроде не должно быть глубокого снега там light но только был в описании поверхности нашей дороги ну же так еще чуть-чуть ну буквально смотрите жонглируем отрывом опять подправили правый бок нашего лансера ой ой туда нельзя ой чуть было не ушел за вот этот вот бордюр так аэродинамика подправлена так да лидерство отдали отдали но макрый позади макрый все-таки позади пока что лиати вышел лидеры просто какие-то сотые доли чуть-чуть отыграли вот видите зеленым закрасился прямоугольничек справа значит мы немножко отыграли все-таки у итальяшки лиати конечно куда итальянцу по снегу не ну хотя все правильно давай давай мы должны финишировать первыми и как минимум лиати надо чтобы тоже зацепил макрея и в общем зачете тоже все нормально давай итальяшки убавляем еще еще чуть-чуть наращиваем буквально секунды да мне не упустим кстати по снегу немножко лучше получается как то проскальзывать в эти аааааa тут же в снег попал ну финиш и дааааа мы все-таки выигрываем но какие-то сотые доли секунды и смотрите макрея нам 10 секунд уступил мы многое многое из того что проигрывали мы отыграли но этого не хватило самое главное как же там лиате смог ли он зацепить макрея в общем зачете на сайт в итоге пятый в итоге а вот на этом этапе нет нам не удалось мы так 3 остались но но макрея прошел лиате этот это тоже хорошо буквально видите меньше чем 2 секунды но зацепил зацепил какая же борьба все-таки плотная а вот мы троем даже оторвались от всех бакланд уже больше чем 20 секундах до напряженное ралли было напряженное очень сайнс в итоге лишь восьмой всем даже очков не заработал здесь а в реальности напомню выиграть должен был макрей должен быть третьим второй зараза с другой стороны мякинен вообще должен быть сойти да было пару серьезных ошибок конечно если бы не они может быть даже был бы шанс и выиграть вообще отыграть смысле у макрея позицию смотрите какое плотное противостояние в чемпионате мира в общем зачете четыре очка разделяет трех пилотов вообще классно просто лидирует по-прежнему макрей лиате вышел на второе место мы скатились на третье но за счет того что лиате все-таки выиграл он дал макрею оторваться больше и поэтому я говорю вот в чем соль чемпионата когда вот именно в очках дело мы выиграли это по сути всего один этап первый новую зеландию но пока держимся очень близко и все шансы сохраняем на чемпионский титул это у нас третий этап только кончился впереди еще по моему пять всего их восемь здесь а в реальности кстати 13 было ралли вот здесь уменьшили это количество поздравления спасибо вам ребята а ну да подиум подиум судя по всему да в самом наверно монако чуть ли не на той прямой на где проходят гонки формулы 1 классно классно вот опять 2 2 субариста сделали дубль но сейчас выиграл лиате и нормально нормально ничего страшного борьба плотная все еще впереди дальше у нас гран-при ралли австралии да вот ждет нас кстати очень красивая я помню ралли такие там пейзажи будут на контрасте ярко такой оранжево ярко оранжевое такое желтое полотно и зеленые насаждения классно великолепно конечно но это будет уже в следующей серии здесь я с вами давайте попрощаюсь подписывайтесь комментируйте ставьте лайки ну и увидимся следующей серии всем пока пока